Всем привет, дорогие друзья! С вами Бэт Плей, это подкаст номер 10 для русскоязычного комьюнити. В гостях у нас сегодня Дэнди, кто бы мог подумать... Здорово, ребята! Всем привет! Неунывающий, как всегда. А мы напоминаем, что наши друзья из VulcanBet раздают прикольные подарочки и плюшки тем, кто зарегистрировался по промокодам DENDI и BATE. Так что залетайте по ссылке в закрепленном комментарии и да пребудет с вами село, ребята. Даня, как твои дела? Как самочувствие? Самочувствие более-менее. Все нормально, потихоньку. Жизнь течет. То есть все проблемы у тебя в доте, как обычно? Все верно, да. В жизни все отлично, хорошо. Что идет не так? В чем корень зла? Я сейчас говорю... Начнем с компетитив. Что идет не так? Что идет не так? Неудовлетворительные результаты. Я очень злюсь, когда мы проигрываем. Проигрываем мы очень грустно. В плане обидно или... Можно сказать обидно. Можно сказать по глупым ошибкам, ужасно глупым ошибкам. Можно сказать по каким-то дефолтным вещам, которые не выполняются. Мы играли более месяца или месяц в квешек, скримов, подготовочных матчей и так далее. Практически каждый день играли. Вот. Ну, практически. И у нас были очень хорошие показатели. То есть наш винрейт значительно вырос. Стало получаться лучше. То есть какой-то прогресс наглядный был. И это придавало уверенности. Даже уже под конец мы практически не проигрывали скримы. То есть у нас был прям огромный винрейт. Не знаю, процентов под 80, наверное. Когда мы пришли играть квалы, ну, довольно легко нам все игры дались, кроме Йоу Суммарины, где мы очень плохо напикали. Что тоже как бы оно влияет, потому что мы пикали на скримах так-так-так, а на официалках немножко все-таки драфт тоже менялся. Хотя этого не должно происходить. Но это, наверное, потому что дергаем мы за разные ниточки, то есть нас трое, там, драфтиво. Да, то есть из-за этого, возможно, это как-то позбивалось. Я этому позволил тоже там подсдвигаться. И я бы этим очень не доволен. Да, да, все верно. Тогда если система драфтинга, если так можно, такое слово есть, интересно, драфтинг. Ну, неважно. Система драфта в команде не изменилась с КВ-шек до официалок. Что же тогда изменилось, раз пики поменялись? Я, честно говоря, мне сложно ответить на этот вопрос. Это дефолтные нервы. Я не знаю, по-другому как-то это не назвать. То есть когда ты начинаешь исполнять на официалках то, чего ты не делаешь, когда тебе нужно оставаться хладнокровным, самоуверенным и гнуть свою линию. Вот это случается. В принципе, похожая история, наверное, случилась. И в наших играх на Эпик Лиге. То есть если я у Субмарине, по-моему, тоже 0-2, да? 0-2. Да, кажется. Да. При этом там в первой игре у нас драфт был получше, во второй тоже поплыли. То есть в первой игре мы даже выигрывать должны были, я думаю. Откровенно говоря. Не доиграли. А то против Империи там прям полная жесть. То есть и в игре, и... Хотя первую игру мы выиграли, но вторая, третья, они были отвратительные. Ну, это, конечно, удручает, это очень злит, потому что этого не происходит, а случается именно это в официалках. Прям была огромная злость. Но я не хочу, опять же, даваться подробностей, почему, что, почему так, где вот мы там сыграли так-то, так-то, то почему. То есть это уже внутри командная, но, тем не менее, вот... Конечно, такой критический момент, потому что это уже какой-то третий подряд турнир, где мы довольно быстро вылетаем. Тем не менее, я замечаю, опять же говорю, за нашей командой огромный прогресс. То есть по сравнению с тем, что было в самом начале, в самом начале мы были там практически на нуле. Вот. То сейчас, ну, как бы прогресс есть. Для меня, по крайней мере, наглядный. А вот смотри, я... Мы в конце подкаста будем задавать вопросы из ВК, из твоего паблика, из паблика Bait. И я один вопрос оттуда сворую сейчас, раз он относится к теме. Много людей спрашивает про Вайда. Я, честно признаться, не настолько хорошо играю в Доту, чтобы оценивать качество вопроса подобного. Но, тем не менее, почему именно Void был в ваших играх? Вот Макс... Макс задает фамилию, не хочу произносить, потому что боюсь исковеркать. Почему именно Void был в ваших играх? Почему вы такие зажатые? Или вот, например, а почему вы все время берете Кристаллису Вайда на First Peak? Вот. Что-то про Вайда. Как ты ответишь на это? Что с Вайдом? Ну, когда мы начинали играть, у нас действительно очень плохо выходило с Вайдом играть. То есть, может быть, Кристаллис на нем не суперуверенность я чувствовал на то время. Может быть, еще что-нибудь. Но, так как сменился патч, и Void стал одним из довольно-таки метовых персонажей для всех, и в матчмейкинге, в том числе, и Кристаллис на нем очень сильно набил руку, и потом мы уже начали его активно использовать на скримах, и у нас с ним результат был просто замечательный, именно на скримах. То есть, там практически все игры выигрывали, опять же. Вот. Единственное, что по поводу там First Peak Вайда, как у нас там случилось в последних играх с Empire, да, действительно, вот это как раз-таки один из тех моментов, про которые я говорил, то, что у нас поменялись драфты, мы его на First Peak никогда не брали, и я всегда был против этого. То есть, я всегда говорил, ребята, нет, на First Peak это лажа. Вот. То есть, мы брали на... Либо на седьмой, либо на восьмой, чаще всего, иногда на шестой, но не на пятой. И те, кто брал на пятой против нас, они проигрывали нам тоже, потому что мы знаем, что против этого делать. Вот. В итоге мы сами устали на соигравли по непонятным причинам, я считаю. Хотя, опять же, это не супер критическая причина. То есть, можно разыграть драфт, что даже с First Peak Вайда ты сможешь выиграть игру. Вот. Но мы себя потом загоняли тоже. Вот. Вот смотри, вроде как драфт, это же спокойная стадия игры. Это уже как бы игра началась, драфты, правильно? Она же не с нулевой начинается игра, она на драфтах начинается уже. И это вроде как спокойная стадия, где тебе не нужно бегать, ты на таймере. Вроде как есть таймер, но он такой достаточно большой. Небольшой. Откровенно говоря, он довольно-таки маленький. Ну, хорошо, на первой стадии пиков у тебя еще много времени. Что приводит к этой ошибке, если, допустим, вот ты говоришь, я говорил, не надо брать Вайда на First Peak. Мы сами знаем, что против Вайда на First Peak можно играть легко. И сами это доказали. Что же приводит тогда к такой спешке в решении? Почему не происходит на трансе это вот замыкание в голове, что ай-яй-яй, не надо брать. Это же мы же знаем, что это плохо. Чрезмерная самоуверенность из-за того, что с этим героем у нас был огромный винрейт А и Б, то, что не хочется против этого героя играть. То есть вы думали, что кто-то возьмет тоже на ранней стадии? Ну, мы не думали, мы были уверены в том, что Империя играет в свой дом, и они против нас до этого, когда мы играли в Open Qua, два раза фюзпикали Вайда. Это мне не изменяет память. Я снова тогда забегу вперед, завершая эту тему. Опять же, забегу вперед в плане вопросов из ВК. Один из тоже популярных вопросов там был это про ответственность за драфты. Люди чувствуют, что нет ответственного. Люди чувствуют, что нет какого-то человека, который решает, как играть. Я считаю, что у нас с этим порядок. Вот так. Опять же, мы пикаем втроем. Я не буду говорить, кто, но... То есть для... Скажем так, те, кто проявил желание, очень хотел участвовать, тот участвует. Моя идея была изначально уменьшить это число как можно меньше, для того, чтобы можно было рисовать картину. Вот. И не размывать ее. Последний раз уже забегу. Вопрос тренера. Тоже люди задают, есть ли у вас тренер в команде, если нет, то есть ли его кандидатура. Как ты вообще про тренера, что можешь сказать команду? Тренер у нас с Данья Митрим, я уже где-то об этом говорил. Да-да-да. Было раньше. Да. И он классный очень парень, во многом помогает, у него есть определенные знания. Он участвует в драфтах, да ведь? Да. То есть двоих мы уже вычленили, ребята, осталось третьего найти. Вот напишите в комментариях, кто вы думаете третий в драфтах. Будем проверять вашу интуицию. Не буду тебя мучить вопросами про команду. Сейчас мы записываем этот подкаст во время игры команды Yellow Submarine против команды Matt Golems, или Moot Golems, как правильно, наверное, Matt Golems. Matt Golems, да. Давай начнем с команды Matt Golems. Это ребята, которые вроде как все на слуху. Фата, Скиттер, Барониджа, 33-й и Милан. Вроде как они давно-давно играют. Вот сейчас, смотря на... Давным-давно вместе или по отдельности? Нет-нет, в принципе, это не новички далеко, а на просто сцене. Ты сейчас смотришь, их игры 100%, я думаю, часто они постоянно залетают куда-то далеко под таблицей. Они в патч попадают или синергируют? Вот ты как можешь оценить вообще их игру и их команду? Фата, 33-й и Милан это супер experienced players, можно так сказать, которые побывали не на одном Инте, если мне не изменяет память. Поиграли в довольно-таки топовых коллективах, каждый из них. Вот, и на заменах, и не на заменах. То есть у них огромный багаж знаний, которым они пользуются. А Скиттер и Барониджа это задроты из пабликов. Ребята с очень высоким показателем ММР, которые довольно талантливые ребята. То есть там Скиттер довольно молод, Барониджа чуть постарше, но тоже у них, скажем так, опыта хватает. Ну и вот они друг друга дополняют. Используют, пытаются использовать свои сильные стороны и играют. То есть дело не в патче, ты думаешь, да? Я не думаю, что дело в патче. Насколько я помню, Барониджа вообще это герой Пангольера, да? Он как-то застендрил за... Да, за нас он играл Пангольером, да. У него есть там определенное количество героев, потому что он очень активно играл в матчмейкинг в свое время. Он пытался набить все высокий ранг для того, чтобы попасть в хорошую команду. И, как видишь, это сработало. Мы теперь перейдем к нашим ребятам. Yellow Submarine и эту организацию наверняка... Ну не организацию, это стак все-таки. Который стак, который имеет хорошее красивое название с логотипом. Эту команду придумал, насколько я помню, Дима Корбан вместе с Мепошкой, по-моему, на тот момент, в 2015 году. И там бы играл PSM, который потом... Они чуть не развалили на квалах, помню, к инту было дело. Или не к инту, а к чему там они были квалы, где они чуть всех не поубивали. Это команда из небытия. И вы тут же PSM себе взяли, если... Я думаю, ты помнишь, это лучше, чем я. Ну, я строгом помню, как у нас оказался PSM. Он играл в Yellow Submarine. Я помню, да. Он играл в Yellow Submarine, видимо, там ему засветился и попал к вам. Сейчас с Yellow Submarine снова вернулись, снова с Корбаном на менеджере, снова с Мепошкой. И там играет, по сути, один сплошной молодняк. Во-первых, Мепошка уже не такой молодой игрок. Он не старенький, конечно, но он просто давно играет. Но там есть два молодых кора. Это, я так понимаю, Мио, если я не ошибаюсь. Он у него ник такой Торонто Токио, но это вроде как Мио из паблика. И Етора. Етора. Это вот... Коллапс по Игре тоже молодой фонер, если не ошибаюсь. Я говорю сейчас про Кэри Мидеров больше, но давай коллапсы заодно сюда. Ладно, и SoBet Беларусь, который был в том составе с Vegas Quadron, которая чуть не прошла на Инд вместе с ГПК, Фишманом, Last Hero. Он, наверное, в Навиу успел побывать. SoBet? Ну, чуть-чуть, да. Что-то там у них не пошло. Вот это то самое молодое поколение. Оно прям в этой команде проявлено в лучшем виде. Как ты их оценишь? Вот ты наверняка за ними наблюдал, за этими пацанами. Вот рассматривал ли ты их в команду, может быть, к себе когда-то? Очень высоко оценю. Да, часть игроков я рассматривал, и... Ну, так получилось, что не играем еще вместе. Тем не менее, как бы, ребята очень хорошие. Какой их потенциал, как считаешь, вот в потолоках? Я не уверен, ли они таким составом останутся, но... части игрокам я пророчу высокое, в большое будущее. Прям тир-1 будущее. Да. Это круто. Но они, в принципе, очень и пою, со потенциал уже показывают. Сейчас они... Зависит опять же от их отношения ко всему. То есть, к окружающим, зазнаются, не зазнаются, будут дальше работать, как себя будут вести, как там... Ну и всякое-всякое. То есть, такое... От этого очень сильно зависит. Раз уж, молодое поколение у нас в порядке. Давай перейдем к старичкам. И мы записываем подкаст буквально накануне анонса новой команды Леши Соло. Рамзес пересел, Ноуан пересел, Сумаил пересел... Все три игрока пересели, по сути, сейчас со своих предыдущих ролей. Я понимаю, что Сумаил играл на Миду всю свою жизнь, но он только что играл не на Миду. Игорь, я считаю, что роли абсолютно не имеют значения. Вот прям абсолютно. Если команда крутая, если вам нравится играть вместе, вы получаете от этого удовольствия. Огромный багаж опыта у каждого игрока. Прям огромный. То есть каждый из них добивался каких-то успехов. Трое там вместе и плюс Заяц и Сумаил по отдельности. Однозначно вообще не имеет значения то, что кто-то роль поменял, не поменял. То есть вопрос только определенного времени набить себе руку чуть-чуть и все. Все у них будет отлично, я думаю. Как ты считаешь, если пять игроков, которые были на Тир-1... Ну, Заяц... Я не знаю, можно ли считать, что Заяц был Тир-1 игроком или нет? Можно. Он уже повидал, я думаю, что, ну, скажем так, еще немного опыта ему и у него прям полный рот опыта будет уже. Попрет их или не попрет, время покажет. Все зависит от того, насколько они будут стараться, насколько они хотят этого. Сейчас очень высокая конкуренция, зависит от того, готовы ли они к поражениям вместе. То есть, если вдруг у них сразу что-то не пойдет, но при этом со временем это поменяется. То есть, если они к этому готовы, то однозначно у них, скорее всего, со временем все получится. Если нет, то нет. Если это как бы... Если цель у них не быть лучшими, а какая-то другая, то далеко не факт, что у них получится. Многие считают, что Рамзес на кэри это совсем другой Рамзес в отличие от оффлейнера. Рома на кэри, я думаю, чувствует игру намного лучше, чем на оффлейнере. Ты часто с ним пересекаешься же в пабликах, ты, в принципе, много игр с ним смотришь. Как ты вообще можешь оценить Рамзеса? Вот просто вот есть игрок Рамзес. Вот какие его сильные стороны ты можешь выделить? Понимает игру хорошо, хорошо играет. Играет на всем, чем нужно, я думаю. ну плюс-минус. Главное, чтобы звезду не поймал. Или если поймал, то чтобы он с ней расстался быстрее, да. Потому что это будет мешать дальнейшему развитию. Потому что ну как бы всегда есть куда развиваться. Все меняется постоянно и постоянно есть куда развиваться. Хорошо. Отойдем тогда сейчас немножко от профессиональных команд. Все с ними ясно? Все они как на ладони, как открытая книга. Фуепты. Давай. Да, просто все с вами со всеми ясно. Ты поставил перед собой так называемый модный нынче в нашем обществе челлендж. К февралю кажется апнуть собрался ты топ-100. Ну или к началу февраля или может быть как там когда там у тебя 3 месяца очень ты сказал. 18 февраля. Да. Подожди, что ты... Секунду, секунду, секунду. Я начал я начал с самого начала с того дня, когда по сути я тебе это и посоветовал вот ты только упал. То есть ты когда начал я остался на том же месте. Значит это мой рейтинг. Как бы все вопрос нет. Не, подожди. Подожди. У тебя есть второй аккаунт. Знаешь, если ты долго сидишь на одном рейтинге, то это становится твой рейтинг. У тебя есть не при гейбе будет сказано смурф, на котором ты это уже делал. То есть ты поднимался до топ-100 вполне себе легко там нормально заощущал. Топ-3 можно было и выше качаться просто смысл я в этом не видел я забил. Хорошо что мешает сейчас это сделать с майна. Давай три основные причины. Что мешает? Ничего не мешает только время и трудолюбие и желание все. Ничего не мешает. У тебя нет желания побеждать паблики? Да такое бывает частенько. Что ты руинишь получается? Получается руини. Ты сейчас отвечаешь как-то с иронией. серьезно так есть так и есть сегодня я смотрю поменял себе никнейм был один стал пост-1 да зачем ты пост-1 стал друг я пришел к мнению что на героя первой позиции чутка легче будет поднимать рейтинг чем на герой первой что Игореша делает Игореша идет твой профиль так где профиль твой смотрим до успеха на пост-1 вывод поражение спектра победа свен победа ввод победа дальше вводит поражение лайфстиллер поражение вводит поражение вот победа по сути 50% где-то держится ну да получается что не совсем это работает или тебе нужно просто время чтобы раскликать эту позицию время чуть-чуть во-вторых те игры которых поражение там откровенный руин тебе недавно заруинили паблики додосом или что это было я так и не понял но в общем ты один раз вылетел из игры потом вылетела вся твоя команда вместе с тобой на следующей игре тебе дали лоу-приорити ты зашел в лоу-приорити и там тебе тоже заруинили каким-то дистанционным образом игру и тебя дропнуло из игры тебе дали еще больше лоу-приорити потом тебе дали бан на поиск на 3 часа и чуть ли вообще аккаунт не забанили что это было-то нашли какой-то ту ребята какие-то да либо tools либо я не знаю что это было что по steam id я так понимаю ну я не не уверен то есть они могли крашить тебя с игры каким-то образом может там не знаю ну не знаю каким образом но в общем каким-то образом вот и тебя крашат с игры ты заходишь тебя опять крашат с игры и так бесконечно я думал это мой интернет я как раз стримил это как раз происходило в этот день у нескольких стримеров не только у меня насколько я знаю там и у айсберга и у кэнсела и у зарышейка и у шедовеха да то есть там ну в общем хотели ребята развлекались вот они развлекались дропали дропали сидели прям на стриме да то есть меня дропали я получил после дропа вл приорити после ну в начале час я получил бана я отсидел час бана у меня две игры вл приорити вот я как вообще без проблем думаю окей пойду отмою пошел первую игру зашел меня опять подропало то есть первый раз дропала всю мою команду то есть ребята прям всю мою команду дропали а в этот раз именно конкретно меня вот вл приорити то есть подропали меня я получил еще три часа бана то есть и скорее всего у меня там было бы уже целая куча этих игр не две а там четыре или шесть вл приорити и все вот вся история как бы весь на этом стрим мой закончился и что ты отыгрывал все вл приорити нет я не отыгрывал вл приорити я сделал по-другому вл приорити с меня сняли все стало на свои места и ребят которые этим занимались промышляли их побанили там группа людей я так понимаю была вот возможности аккаунты организованная преступная группировка получается да и эту организованную преступную преступную группировку тупо насадили на кукан а ты бэтмен получается очень горели надеюсь что на их аккаунтах было много купленных игр в доте 2 было много купленных артефактов и очень жаль что они их потеряли очень жаль а мне нет будет знать с кем связываться ты страшный человек пожалуй перестанут тебя троллить в чате твича хорошо давай теперь о хорошем о скажем так о позитивном давай мы выиграли одну игру как ни странно обе позитивные оба позитивных таких момента связаны с нс я просто возьму за основу две новости которые родил нс нс очень часто рождает классные новости для сиберспорта и вот две из них значит первая новость нс рассказал сколько заработал на именном сете для дизраптора то он вот заработал со своего сета в районе 25 тысяч долларов ты вообще хоть когда-то нормально зарабатывал с этого дела вот нс говорит 25 тысяч я не буду тебя сумму спрашивать естественно но вот с того с фритуплеевского например сета ты много нафармил нормально потом если захочешь помогите простите ребят у меня не получилось я пытался и слева пытался и справа пытался но он не скажет сколько он заработал сета на пуджат хорошо тогда второй вопрос более более ностальгический возьми платочек чтобы не заплакать нс об игре нс об игре за дтс прямо рифма вспоминаю те времена с радостью несмотря на то что зарабатывал 100 долларов в месяц хоть 100 тысяч лет прошло но вспоминаю те времена с радостью несмотря на зарплату 100 долларов в месяц буткемпы в торговом центре было съемные хаты где спали втроем на одноместной кровати было? на полу спали или на полу на до где только не спали на одном кресле вдвоем спали кто-то давай так нам нужен байт в заголовок видоса ты спал с нс на одной кровати? я не помню я с кем только не спал я тебе так скажу вот и заголовок подъехал я спал вот я помню как сейчас помню в казахстане я спал с каблаком по-моему фобосом на кровати между ними посередочке типа вот мы втроем на двухместной если мне не ошибает память серьезно я не хочу с кем только не спал так что нс резюмирует свой этот вот ностальгический да у нас было такое что мы там где-то на асусе базе бигрип гейминг по-моему называлось да кейсеры там были мы у них на базе ночевали там человек я не знаю у них вот в одной комнате человек 25-30 наверное было в маленькой комнате то есть она небольшая я вот в уголочке на полу спал хорошо а что это ради чего было ради каких призовых ради каких призовых я и не вспомню у меня по-моему кстати как раз в той поездке где мы ночевали в бигрип у меня на этой же хате вытащили из кармана заднего деньги украли за призовые на асусе за третье место в москве так что ничего и мы утром проснулись играли мим прайм нэйшн по-моему оттуда то есть все было за идею получается конечно не за идею а за то что ну как бы очень нравилось дота нравилось соревноваться ну хорошо пусть будет за идею нэс говорит что в столь приятном коллективе никогда ни до ни после ему не приходилось играть ты бы согласился с этим нет то есть после было еще приятнее или до для меня не знаю вот все команды с Ваньком артстайлом прям всегда были веселые вот любой любой ростер там с хвостом команды были тоже безумно веселые там где был у тебя артстайл там и хвост был не везде по-моему не везде а подожди шестнадцатый год я с ним еще в хардтим играл самый ненавистный игрок в паблике нету таких самый любимый игрок в паблике кроме тиммейта да вообще нету таких ну как мне по барабану то есть я эти игры воспринимаю так давай переходим к вопросам общественности волнующие сегодня с опарышем на кире играл кто опарыш это кто такой вот ник такой у чувака опарыш ну видишь есть муха а есть опарыш переходим к вопросам из поблосов начнем с паблика твоего дэнди ссылочка есть в описании можете туда переходить подписываться и лайкать все фотографии дэнди начиная с 2011 года я думаю что ему будет приятно получить уведомления на телефон правильно конечно первый вопрос задает данила твой тезка здорово тезка каким шампунем ты пользуешься можно с рекламой в принципе сказать ой у меня разные тут и лечебный и нелечебный и такие сякие почему-то Денис Корчагин тот же пользователь твоего паблика отвечает ему же что ты пользуешься Old Spice Rock что это значит наверное что типа в таком случае я загуглю что не понял шутку про вот Дмитрий Давыдов задает вопрос привет есть у тебя в планах начать тренерскую карьеру здарова после завершения карьеры игрока он подчеркивает знаю что ты не собираешься ее завершать планах нету но я уверен что я бы с этим справился вообще я был бы наверное тупо топовый тренер то есть тупо батька тренеров а вот еще один байт название я был бы топовый тренер на подкасте да чувство это и выберут Максим Андреев я буду выбирать я не про Cybersport говорю Cybersport выберет самое самое такое знаешь что байтит на негатив в комментах а я мы не берем Максим Андреев оригинальнейший вопрос задает твой любимый напиток морковный чай облепиховый чай морковный чай это что такое я не знаю это мем какой-то я еще сам не понял хорошо Андрей Лобачев сколько часов в день ты спишь стараюсь спать хотя бы часов 8 но порой это меньше чаще всего это меньше потому что мне жалко времени на сон и хочется полезным быть когда очень устаю то это больше но вообще если меня не трогать не будить будильников не ставить то сплю по 10-11 часов счастливый человек Рим какое интересное имя если это конечно имя но учитывая что там дальше фамилия написана то возможно имя Рим Багауддинов у него у вас справа еще нарисовано клоун справа от фамилии ооо мой братишка не надоело ли тебе дота абсолютно не надоело но именно компетитив дота то есть она вызывает у меня прям огромный интерес я кайфую мне нравится играть командой мне нравится играть перед других команд хотелось бы сказать мне нравится побеждать но пока не могу мне нравится побеждать просто не побеждаешь нужно нравится да я очень-очень с этого горю и всеми силами пытаюсь это исправить пока не получается дальше видно будет Давид Пряхин задает тебе вопрос а возраст а возраст сильно влияет на доту и на тебя ведь уже не молодой как старые добрые возраст абсолютно не влияет если у тебя есть желание если у тебя есть цели и ты ставишь доту в первый приоритет ну или любое другое дело которым ты занимаешься то я не думаю что возраст будет помехой то есть условно для спорта даже если у тебя были бы цели и первый приоритет в спорте возраст бы влиял потому что просто ты бы вступал бы другим чисто по физическим каким-то раскладам но в компьютерной игре нету каких-то физических раскладов по которым ты будешь вступать то есть наоборот ты с возрастом будешь только сильнее вопрос только в том нравится ли тебе так же игра готов ли ты так же в нее погружаться если у тебя столько же времени сколько было до этого готов ли ты всем жертвовать ради этого и обычно с возрастом появляются другие заботы проблемы увлечения и прочее что делает игроков ну хотя опять же то есть это даже сложно об этом рассуждать потому что не так много возрастных игроков вообще потому что киберспорт это что-то новое он же только зародился недавно неизвестно то есть скоро будет 30 лет это абсолютной нормой а скоро может и 40 лет это будет абсолютной нормой шахматы играют вон люди в возрасте и нормально вообще еще объективно говоря не знаем к чему приводит киберспорт уже в старших годах может быть это все окажется супер вредным окажется супер вредным для здоровья и все это вообще отменят правильно может быть но маловероятно это скорее зависит от людей и отручения ну конечно возникают синдромы если это уже знаешь конечно да не к этому на самом деле туннельные синдромы там и так далее да уже мы видим первые проблемы геймеров там с руками и так далее но это все опять же законнекшены к тому к образу жизни к тому как люди к этому относятся да то есть хорошее у них рабочее место стол стул какая у них посадка как они держат свои руки есть ли подлокотники там и тому проще то есть если к этому всему относиться с самого раннего возраста ну как бы правильно то никаких проблем у тебя долго 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 не будет и там уже от особенностей организма уже наверное будет что-то там появляться уже когда пик знает когда вот если же на это все забивать то конечно будут проблемы и в 25 и в 30 лет вот мы видим то у того то у всего игрока профессионального проблемы с тем с тем как бы это все какие у тебя проблемы возникали за время карьеры со здоровьем в плане как ты считаешь как следствие киберспорта хоть что-то было нет наверное не было ну может осанка у меня не самая хорошая но да можно считать как следствие киберспорта но большинство проблем как бы есть и в других видах не только в киберспорте то есть если вы даже в офисе работаете или там либо на заводе там мешки тягаете и еще что-то еще что-то везде будут свои проблемы потому что каждый человек задействует какие-то какую-то группу мышц какую-то группу мышц не задействует и абсолютно каждый человек то есть зависимости от того на любой работе есть такое понятие как вредность зависимости от того чем вы занимаетесь у вас какие-то мышцы перенагружаются какие-то наоборот не работают вот а для того чтобы человек был здоров должен быть баланс этого всего и соответственно мышцы которые вы перенапрягаете вы должны и разминать то есть если вы работаете много руками кистями так далее вам нужно делать определенные упражнения если вы ничего делать не будете то со временем конечно там уже от перенапряжение у вас начнутся проблемы соответственно которые этому спортсмену возникают туннельный синдром там и проще и проще это все связано с нервами которые пережимаются вот от перри или неправильных позиций или переработки там так далее павел москалёв спрашивает идеальный досуг для тебя кино бар или дома сидеть если честно от настроения зависеть но я больше за движуху то есть всегда наверное чем за повтыкать но если прям все хочется отдохнуть почилить то дома тоже нормально бар было бы конечно эпично но это зависимости от компании то есть если компания есть да классно кино то же самое если классное кино то вообще без проблем последние классно кино который ты видел помню память у меня бомба сейчас смотрю королевский гамбит серёг ты мангалорца тоже смотрел ты мне говори мангалорец мандалорец и что мандалорец верно смотришь хорошо так активно я смотрел ты не говорил боже какой класс какой класс посмотрел три серии на четвертую он уже поплыл на пятую уже блевать хотела на шестую глаза закрыл первый сезон мандалорца это первые три по моему или четыре серии супер шедевр потом какой-то нереальный проходняк категории c и последние две серии тоже хороши а второй сезон еще даже не начинал смотреть на все его очень я закончу где-то на шестой серии ребята так что классный очень сериал всем советую мангалорец павел каменев задает гениальнейший вопрос который я честно говоря не понял но вдруг ты поймешь лил он кто переоцененный грязь или гениальный князь я вот не знаю как это реагировать попробуй перевести чтобы тебе было покомфортнее отвечать вененный середняк или гениальный реально гениальный игрок лил хороший исполнитель что я могу тебе сказать еще идем дальше то есть павел он гениальный князь получается по твоей версии вопрос тимофей стабуль стабуль прошу прощения заранее два вопроса аж задал очень любознательный у нас товарищ тимофей первый вопрос когда гайд на мипа почему вдруг от тебя должен быть гайд на мипа если честно я не знаю вроде на аппарата все ждут и 2 вопрос любимое блюдо любимого блюда нет я всеядный и все почти мне все нравится так гайд на мипа никогда ладно может когда-то будет будет куда-то денешься это была первая часть морализонского балета вторая часть паблик бэйт тут пожестче сюда не готовься нет ли страха что если уйти из киберспорта с концами задает вопрос алексей гатес 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 опять же прошу прощения из киберспорта с концами если ты уйдешь то потом в жизни вообще нигде не получится пристроиться у тебя нет такого страха такого страха у меня нет если завтра киберспорт отменят по всему миру буду тиктокером дмитрий масленников задает вопрос который я не первый раз уже встречаю но не понимаю откуда многие растут скорее всего от самого строя это стрей тренировал твоего пуджа я так понимаю он сказал что он тренировал тебе получается честно говоря только мы вернем это то как тысячу как ты относишься к строю вот как салют нормальная я с ним виделся на twitch конфи в германии не помню где-то был франкфурт по-моему миль берлин берлин по моему перлине с ним виделись чуть пообщался нормальный парень как и к нему отношусь и финны и без него там все вместе были кажется и на янте и виделся да вот видишь но у меня память такая как у девочки как поэтому и забыл что он твоего пуджа и тренировал и если что я начал играть пуджа еще в первой доте за пуджа воружи начал играть в пуджа вот еще в первой доте я начал играть за пуджа мне очень понравилось стало интересно я нашел на него кучу разных фишечек и мне стало интересно сделать так что получалось эти фишечки использовать то есть там можно было кукать форстафа и твой хук менял траекторию полета туда же куда ты форстафился то есть он прям заворачивал и можно было чуваков прям из-за угла выхукивать можно сказать так или из-за других героев то есть ну вообще очень жесткие всякие темы можно было делать вот там нельзя было отменять хук то есть захолдить его нельзя было то есть с фейк анимации поэтому если хукал ты должен был быть уверен на сто процентов что вот это оно и я получал удовольствие пусть было намного сложнее в первой доте чем во второй такой всего как звали пуджа в первой доте батчер красавчик слишком простой вопрос для тебя мне кажется просто однозначно а как звали снайпера в первой доте не помню по-моему кардал шарпай но я могу ошибаться макс гамалько гамалько опять же прошу прощения за допрос почему у нас жопа горит а мы все равно за вас болеем да не объясни пожалуйста потому что мы команда из народа вот я душой с вами я сам тысячник тоже вот поэтому еще что за оптимистичный настрой спрашивает дмитрий байк 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 а чёв на протяжении огромного стрика лузов в группе увы в кубы дружище а что нам плакать что ли вот что нам горевать сидеть нам что за черной полосой всегда идет белая и он надо дождаться сменит свет я честно скажу работаю не покладая рук и верю в то что все получится отлично вот и рано или поздно все равно получится как бы вы там я понимаю что вам тоже грустно и может даже кто-то не ставки делает деньги теряет мне искренне и жаль что так происходит но я уверен что рано или поздно все наладится вот интересный вопрос задает влад алимов сразу говорю влад последнюю часть вопроса я задавать буду а первую часть зачитаю могут ли организации повлиять на то что в маркете появились чтобы в маркете дота я так понимаю появились предметы с дизайном и неймингом этих самых организаций например сундук бейт смотрелся бы прикольно типа хук в виде клешни там ну и так далее кристаллис на мк там что-то придумать я считаю было бы сверх фаново и сразу видно кто за кого болеет и тем самым повышаем идейку всех клубов как-то на эту идею вообще очень крутая идея было бы круто если вауф так сделали действительно напишем я это говорю не для того что мол типа это какой-то для нас там способ заработка или что-то такое даже фан поддержка раньше были помнишь такие вымпелы я помню что у меня был когда четырнадцатом что ли году был имперский когда они на им поехали и там когда подгружалась это карта и там будет вымпел горел что я как палельщик империи там там что 250 человек этого импелу тус почему это все убрали это же так классно было приопечить себя к команде худые даже выпускались какие-то команды то есть у команд было были возможности что-то свое грузить в маркет сейчас почему-то этого нет неужели это так не работает с точки зрения давай напишем письмо от лица бит в и упомянем влада алимова что вот еще подождем вот патч новый если там ничего не придумают то хорошо мы тогда влада подмышку влад давай держи там на связь ты не раскисай твой вопрос про когда дэнди присядет на пятерку я не буду задавать ну блин ты сейчас конечно мы просто понимаете мы как бы набираем энергию чтоб потом пересесть на пятерку когда-нибудь и так хайпануть жестко да да не что стены ты счастлив дания максим соколов спрашивает вообще я счастливый человек я считаю у меня проблем жизни мало или почти нет то есть принципе все время мне все по кайфу вот но результаты конечно меня немножко расстраивает то есть если это поправить я буду счастлив тут алексей скотников прямо разразился самый любознательный читатель наших пабликов 10 вопросов задал мне задам самые такие причем мне такое подозрение что он со стрима гостика пришел что вопросы реально будто андрюха подослал значит первый вопрос давай только постараемся как можно короче но при этом информативнее какие тренды хотел бы ты увидеть новом патче герои темп игры и прочее я бы хотел чтобы игра больше вознаграждала скилл чем знание и двигалась в эту сторону все что могу сказать самый скиловый игрок с которым ты играл бы играл или играешь в бейт это конечно просто не этичный но не хочешь не отвечай не буду отвечать не все ребята молодцы ты краешь ли обилить и драфт нет вообще эти моды все считаешь полезными для развития скилла для развития скилла любые моды полезные так как это просто дота дота да то есть она просто ты в игре кликаешь как бы нормально можно во все играть и это будет тоже давать какие-то свои плоды насколько насколько полезен flicker и топ-3 бесполезных нейтральных и там на твой взгляд рейтинг ликер безумно полезен так как он скидывает с тебя всякие дебафы и у него очень маленький куда хорошо какие шмотки выбил из сундука в до вертайде учета выбил вообще по интересного особо ничего я выбил один с этих ключиком открыл или даже два не помню если честно и всякие плюшки там по мелочи где-то там фразу где-то смайли где-то там какие-то сеты андедовские на персонажей ну знаешь такие что они типа мертвяки вот и всякое-всякое такое поменьше курсорчики пока ничего такого не очень ты пока что прокидался как бадян 500 баксов кажется слил эти сундуки и ничего не вытащил оттуда гостик выпускает тонну полезного обучающего контента это все еще спрашивает алексей скотников пускает тонну полезного обучающего контента если у тебя планы на обучалке в меду и вообще можно даже целый тип учебник выпустить ролей для ролей вот давай данный раскроет карты планов никаких у меня особо нет у меня действительно есть огромное количество знаний которыми можно делиться Но есть огромное количество знаний, которыми я не хочу делиться. То есть на данном этапе, пока я играю. То есть есть, возможно, знания для среднечков, которые всегда полезны. А есть знания для каких-то команд, которые могли бы тоже быть очень полезны. Я думаю, это в принципе у каждого игрока так. Все, это был последний вопрос. Всем спасибо, что расписали. Тут куча вопросов. Некоторые я, конечно же, не захватил. Ребят, я уже извиняюсь за это сразу. Все красавчики, ребята. Все красавчики. Вопросы хорошие. Спамили, в общем. В следующий раз сделаем нечто подобное. Спасибо, что принимаете активное участие. Да, пишите, подписывайтесь везде. Мы также начали делать с твича Дани различные нарезки, вырезки и прочее на его YouTube-канал. Ссылка также будет в описании. И вообще все ссылки будут в описании. Вы переходите, там скоро будет куча движухи. Так что вы давайте лайки, колокольчики, комментики и прочее. Спасибо, Даня, что снова уделил время. Мы с тобой в этот раз что-то конкретно так засиделись. Вот. Ну, надеюсь, беседа вышла продуктивная, интересная. Люди что-то для себя узнали. Где-то покрутили УВСК, как обычно. Ничего страшного. У меня как раз вот прием таблеток сейчас по расписанию. Санитары уже пришли. Спасибо, Даня, спасибо слушателям, спасибо Биллу Гейтсу за Windows и Стиву Джобсу за Apple. Красиво подвел. Спасибо, ребят. Па-па. Субтитры сделал DimaTorzok